Ваши впечатления о прямой линии? Каких вопросов Вы ожидали и какие вопросы Вам задали? Для меня каждая прямая линия – это важная составляющая моей работы. Мы получаем обратную связь. Если Вы понимаете ряд вопросов, которые будут получены и сегодня еще, мы на все это и ответы дадим, и решения сделаем. И для нас это очень важно, особенно для меня. Но еще раз говорю, все вопросы, которые мы получаем, они либо имеют характер к ситуации, связанной лично с каждым человеком, где-то помощь материальную оказать, где-то по здравоохранению какие-то вопросы решить, еще раз говорю, связанных с тяжелыми болезнями и так далее. Системность, я вижу, я уже озвучил это, это система ЖКХ Кабардино-Балкарской республики. Еще раз говорю, сегодня у нас возможность появилась выводить эту ситуацию на другой уровень, систему работы ЖКХ выводить на другой уровень. Этим мы, соответственно, занимаемся полноценно, стараемся, чтобы не быть голословным, вот даже по прямой линии. ЦУР у нас отрабатывает, он говорит, что рост вопросов есть, количество вопросов, которые возникают. Но это, опять же, говорит, не из-за того, что проблем больше становится, а из-за того, что ЦУР начинает отрабатывать, опять же, вот точечно, здесь лампа не горит, здесь вода прорвала. Вот такие вещи. Да, наверное, эта система развивается, но я могу сказать по обращению граждан лично в мою приемную, если мы в 2019 году имели порядка 10 тысяч обращений, то сегодня, на сегодняшнюю дату, это 4 тысячи, в прошлом году 4 700 было. Не секрет, даже вот эти несколько дней, которые мы работали именно в преддверии прямой линии, мы совершенно другого объема вопросов ожидали, потому что первые прямые линии мы получали свыше тысячи вопросов. Сегодня это кратно меньше. Когда итоги подведут, мы это все равно тоже озвучим, сколько обращений поступало. Еще раз говорю, вы, наверное, сами слышали, это действительно прозрачно все. Нам сегодня от чего-то убегать, прятаться от вопросов не надо. Если мы не можем решить, мы скажем, что это сегодня невозможно, или это в принципе невозможно и неактуально. Но мы всегда искренне ответим, что возможно, в какие сроки и как это будет делаться. Поэтому сегодняшняя прямая линия, сказать, что она особенная, лукавить не буду. Это обыденная работа, которая ежедневно идет у нас через приемные, Единой России через приемные, главы через приемные, президента Российской Федерации. Мы всегда стараемся обратную связь снимать. Опять же мы говорим, ЦУР, платформа обратной связи. И везде стараемся реагировать. И будем улучшать свою работу, системную работу в части того, чтобы этих вопросов еще меньше было. Особенно, я говорю, такого характера, когда где-то лампа не горит, где-то труба, где-то мусор не вывезли. Ну, точно это нам под силу решить. Поэтому... Казбек Владимирович, можно опустили какой-то вопрос, который стал для вас абсолютно неожиданным? Ну, наверное, немного неожиданным был вопрос, то, что мы там не рассмотрели или не приняли кого-то. Особенно касается, когда, если это участие СФО, это у нас в приоритете. Утром поступило, мы стараемся до вечера, по крайней мере, решение, ответ, решение делать всегда. Поэтому еще раз посмотрю, но я на память не помню, что именно эта организация, мы они знаем, видим там по телевизору, даже по эпизодам, что они очень много делают. Действительно, там люди именно по своей инициативе это все делают, за что мы благодарны. Но еще раз говорю, вот это, наверное, больше меня удивило, что мы где-то не услышали, не видели. А так, в принципе... Коспект Валерий Ильич, догон, вот так скажем, мои коллеги, и перед годом семьи, 24-го дня, именно таким, у соцподдержки семейстых семейстых. Скажите, пожалуйста, какие проекты и меры конкретные будут реализованы в новом году? Ну, меры, то, что уже обозначал, по поддержке, это федеральная такая мера, серьезная, по выплатам, поддержке детей. Там у нас и сумма увеличена, прожиточного минимума, на ребенка, как сказал, там порядка 9 миллиардов будет направлено. Это очень огромные деньги такие, серьезные. Я считаю, вот это самая важная поддержка, которая, опять же, была инициирована президентом, поддержать каждого конкретно, точечно, персонально. Это самое масштабное. А то, что касается года семьи, конечно, мы будем реализовывать. Очень много проектов, которые будут популяризировать семейные ценности. Сильные семьи, многодетные семьи. Будем их приглашать, про них рассказывать. Будем проводить различные мероприятия, что будет популяризировать вот те нормальные человеческие семейные ценности. Спасибо большое.